Всем привет! Вы на канале ГАРАЗ-28. Сегодня у нас диско-шар. Он тут упал у меня и отвалились некоторые части зеркала. Они все собраны и в принципе на термоклей мы их посадим. В чем суть сегодняшнего видеоролика? Сегодня я хочу переделать его с обычных пальчиковых батареек на литий-ион. Здесь у нас отсек под три батарейки. Засовываем три батарейки. У меня это аккумулятор Санюа 2700, емкость никель-магниевая. Проверил дома. На двое суток работы хватило батареек. То есть постоянно горели диоды и шло вращение моторчика. Устанавливаем сначала нижнюю батарейку, потом уже все остальное. Закрываем и включаем. Первый режим у нас просто горят все диоды и светят на шар. То есть он висит сверху и постоянно вот так идет бегание зайчиков. Второй режим работает на звук. То есть там стоит датчик звука и светодиоды мигают под музыку, мягко говоря. Плюс идет вращение. Это особо не заметно, наверное. Шарик крутится очень медленно. Нет, заметно, да, вот закручивается. Конструкция очень неудобная в плане, если ее перевешивать с места на место, потому что шарик постоянно бьет по рукам и вот именно из-за этого он у меня упал, когда я его подвешивал вот на этот кронштейн. Кронштейн тоже очень неудобный. Посмотрим, может быть сюда повешу не адимовый магнит. Итак, для начала разделим их. Шарик отдельно с зеркалами и механизм тоже отдельно. Так, достаем аккумуляторы АКО батарейки, типа батарейки. Закрываем и смотрим из чего он состоит. Так, вот и микрофон нашелся, заныканный здесь. И по сути мне здесь внутри особо-то ничего не надо. Тут у нас платы светодиодов, тут у нас микрофон, который идет вот сюда. Здесь быстрее всего какой-нибудь однокаскадный усилитель или фильтр, который, транзистор вижу, да, который от звука открывается и подает сигнал напряжения на светодиоды. Отпаиваем, как обычно, вставляем плату зарядки TP4056 и какой-нибудь литий-ионный аккумулятор. Как обычно, не буду затягивать хронометра, все сделаю за кадром. Так, промежуточная вставочка, неодимовый магнит предела, но что-то я не уверен, что он удержит, все так слабовато. На самом деле, шарик хоть и пенопластовый, но куча зеркал и термоклея, плюс вот этот блок, плюс еще, блин, два аккумулятора, все это будет довольно тяжелым. Так, проверяем. TP4056 идет зарядка. Здесь запараллельно два 18650 аккумулятора, это 42 и 43, они у меня все проверены. И 42 и 43 приблизительно по одному, приблизительно по одной тысяче или 1100 мАч объем каждого. То есть, они довольно уже потрепанные. В сумме будет около 2000 мАч, но этого хватит, потому что, повторюсь, вот на этих батарейках 2700, они тоже уже потасканы, где-то 2200, вот так, 2000 осталась емкость у каждой из них, а на никель-магниевых, на них двое суток проработала эта система. Поэтому, я думаю, что на этих аккумуляторах сутки без проблем он вытянет, тем более, опять же, в работе он нагонит немножко циклы, и емкость должна более-менее выровняться. Я полагаю, что также где-то на сутки, на двое, на полторы будет хватать. Здесь у меня уже сделан прорез под контроллер. У нас приблизительно вот так встанет. Само собой, опять же, все будет на термоклее. Аккумуляторы заизолирую в изоленту, все закрою, и эту плату тоже не буду крепить, а заизолирую, и здесь же как-нибудь аккуратно положу. Все соберу и покажу вам окончательный результат. Итак, переделка полностью закончена. Здесь у нас синий цвет, то есть, зарядка тоже закончена. Неодимовый магнит, блок под батарейки вырезан полностью, и так как там немножко торчали болты, пришлось сделать пластиковую прокладку. Первый режим и второй режим, который у нас работает от звука. Собираем, проверяем. Вот так я его подвесил на неодимовый магнит. Вырубаем свет, и что мы получаем? Мы получаем диско-блинтеку. Прикольно, особенно для гаража. Проверим, как он работает под музыку. Да, света все равно очень много исходит от компьютера, от монитора, от светомузыки. Блин, охренеть, короче. Но, тем не менее, мне нравится. Теперь еще один световой эффект у меня прибавился в гараже. Напомню, у меня есть лазерная проекционная светомузыка, есть обычная тиристорная светомузыки. Есть даже специальная приставка светомузыкальная, короче. До хрена всего. На этом переделка диско-шара закончена. Кому понравилось, ставьте лайки вот такие. Диско-лайки. Подписывайтесь на основной канал, лайв-канал, инстаграм. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Мы есть в ТикТоке и Яндекс.Дзене. Москвичонок ждет новую оптику. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего, и всем пока. Так вот я развлекаюсь в гараже. Да, это не вся, кстати, светомузыка, потому что лазерная у меня дома. Это во-первых. Во-вторых, пока я тут колбасился, у меня что-то где-то бомбануло, короче. Не знаю, что-то где-то щелкнуло так хорошо. Похоже, как конденсатор где-то лопнул. Может, в нижней светомузыке, может. А больше, в принципе, негде. Здесь нету кондеров, здесь нечем взрываться. В штатной светомузыке вроде тоже. Не знаю, может, где-то что-то пробило. Интересно даже. Потом, может, вылезет. А вот ту свою светомузыку я уже, грубо говоря, похоронил под вторым потолком. Так вот она в прямом режиме работает, то есть полностью 220 подана. Диско-лампочка крутится, двигатель там с кучей светодиодов и лазеров тоже крутится. Там не видно, да, что лаперы. Ну вот, круги рисуют по всему гаражу, где успевают пробиваться, да, вот на руке везде, на машине тоже отрисовывают. Само собой все это интереснее выглядит под музыку. И там еще четыре лампы ультрафиолетовые. Они почему-то включаются и вырубаются. Сейчас попробую их запустить, но они... Там компьютерный блок питания, который, видно, их не вывозит. Так, коробку лишнюю снял. А сейчас, наверное, видно будет. Они в виде, они, по идее, по диагонали должны торчать, но вот это ближняя свернута уже. Так, вырубаем свет, подаем питание. Оп, загорелись. И сейчас вырубятся. Нет, не вырубятся. Странно даже. Тащит что ли? Так, попробовать лишний свет вырубить. Опять же, из-за того, что завален полностью весь гараж, толком от них никакого света нет. Но местами видно, да, короба электрические подсветились. Тут белые листы засветились. И самое прикольное, что все, что такое чисто белое, оно становится голубым. У меня всегда прикалывало, как светится термоклей, блин, ультрафиолетов. Такое ощущение, что это слюресцентные какие-то палочки. Вот так вот, да, они аж засветились все. Прикольно. Все бы это восстановить, починить, довести до ума. Но москвич, все дела, все некогда, все куча-куча разных проектов, дел и развлекаться в гараже уже просто нету времени. Поколбасится нормально. Редактор субтитров А.Семкин